Камчатские журналисты Об этих и других событиях узнаете далее. Традиционный зимний Тетрис автомобилей на льду наблюдали очевидцы во вторник вечером на спуске с Ключевской через домик в деревне в Петропавловске. По городу ударил циклон. Сильный снегопад осложнил движение на дорогах. На трассах растянулись большие пробки. Те, кто решил обмануть систему и сократить время поездки, решили ехать через домик в деревне. Результат не заставил себя долго ждать. В общей сложности один за другим там столкнулись 14 автомобилей. К счастью, никто из людей не пострадал. Чего не скажешь об их железных конях и бюджетах на ремонт машин. Произошло в этот вечер также ДТП и на пятом километре. Движущийся со стороны шестого автомобиль Subaru не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, где врезался в рейсовый автобус, отъезжающий от остановки. Пассажирскую машину развернуло и какое-то время проезд по этой дороге был заблокирован. Кроме того, в этот снежный вечер было не просто автомобилистам в районе Дачной и Горизонта. Там не работало уличное освещение и светофоры. Бывший заместитель председателя правительства Камчатского края Валерий Карпенко выслушал в среду приговор суда. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался руководитель отдела одного из госучреждений. В зависимости от роли и степени участия в преступлении, их признали виновными в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. В суде установлено, что в 2016 году чиновники получили от должностного лица коммерческой организации взятку в виде строительства сети водоснабжения для их личных домов. За это они оказали содействие в заключении с коммерсантом государственного контракта на покупку здания филиала поликлиники в городе Петропавловске-Камчатском. Сумма контракта составила свыше 46 миллионов рублей, что почти в два раза превысило ее реальную стоимость. Часть денег на эту сделку перераспределены из бюджетных средств, выделенных на строительство краевой больницы. Действиями чиновников региональному бюджету причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей. Валерий Карпенко получил пять лет лишения свободы со штрафом свыше 1 миллиона 800 тысяч рублей. Его соучастнику назначено четыре года лишения свободы с аналогичным штрафом. Наказание отбывать обоим в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Это очень жаркая работа, даже вне пожара. Мой бой! И в эфир, и в огонь. Камчатские журналисты попробовали себя в роли пожарных. Блок-тур для прессы организовали спасатели на базе СПСЧ в Петропавловске. Среди представителей прессы были и журналисты масс-медиа. Анастасия Островская, Катерина Зенина и главный редактор проекта «Камчатский репортер» Максим Артемьев. Сегодня у нас был полноценный сбор и выезд. То есть наши гости сегодня одевали боевую одежду. В принципе, уложились неплохие показатели, были нюансы, но про работу показатели были достойные. В среднем боевая одежда, если взять, это штаны, куртка, ремень. В ремень есть индивидуальный топор, карабин, каска, подшлемник, краги в районе 5-6 килограмм. По нормативам личный состав одевает до 27 секунд. Это оценка 3, так 21, 24, 27 секунд. После этого был сбор и выезд с посадкой в автомобиль. И у нас была тренировка. Мы изучили сначала, что такое дымокамера. То есть это практические мероприятия, которые могут возникнуть на пожаре. То есть дым, крики, высокая температура, где личный состав проходит полностью в полной экипировке, при тушении, при спасении пострадавших. Командир готов! Это споргалка, как выходить, тут план-схема. Там крики, имитация, все как положено. Что? Что? И так же заключительным этапом у нас было тушение полноценного пожара. Домик размером 3 на 5, с поджиганием, с дымом, с звуковыми эффектами, где мы справились отлично. Подробности нашего испытания на прочность расскажем. В еженедельных выпусках программ «Камчатка. События недели» и МЧС «Экстренный вызов». Не пропустите. Работа над главным финансовым документом самого большого района Края завершается в Елизове. Главному фармацевтическому предприятию «Камчатки» исполнилось 70 лет. Об этих и других событиях узнаете далее. Работа над главным финансовым документом самого большого района Камчатки завершается в Елизове. Публичные слушания по проекту бюджета Елизовского района на 2023, 2024 и 2025 годы прошли в среду 21 декабря. Ранее на 126-й сессии районной думы в первом чтении приняли основные параметры бюджета на ближайшие три года. После этого подробный проект опубликовали на официальных сайтах муниципалитета и районной думы, а также в официальной районной газете, чтобы с ним могли ознакомиться жители и внести свои предложения. Документ обсуждался на оргкомитетах. Также заключение по проекту предоставила районная контрольно-счётная палата. Контрольно-счётная палата сделала заключение на наш бюджет, и они рекомендуют принять бюджет Елизовского муниципального района с небольшими поправками. Публичные слушания проходят ежегодно. Благодаря им можно услышать и учесть все мнения по проекту о бюджете. Очень приятно, что сегодня столько людей посещают наше публичное слушание. Потому что при других рассмотрении вопросов поменьше. Сегодня всё-таки бюджет Елизовского муниципального района на 23-й, планы 24-й, 25-й год. Я смотрю, конечно же, не безразлично вы относитесь к этому знаменательному событию. Бюджет сбалансирован и социально ориентирован. Расходы по муниципальным программам имеют социальную направленность. Также сохраняется подход к формированию объёмов финансовой помощи поселениям. Бюджет Елизовского муниципального района был в 23-й, плановый период, 24-й, 25-й год. И были приняты следующие параметры. Это общие объёмы доходов и расходов. Если брать 23-й год, это 6 миллиардов, 10,36,4 миллионов рублей. Объём расходов 6 миллиардов, 430,9 миллиардов рублей. Дефицит бюджета составляет 194,5 миллионов рублей. Бюджет Елизовского района сохраняет социальную направленность. Так, на соцсферу приходится более 80% основной доли расходов части бюджета. Социально значимые расходы составляют более 5 миллиардов рублей. Из них на образование более 4 миллиардов. В том числе на подготовку к новому учебному году капитальные и плановые ремонты направят более 77,5 миллионов рублей. Почти 100 миллионов уйдут на организацию физической и технической охраны учреждений и обеспечение комплексной безопасности. Также приоритетом остаётся организация детского оздоровительного отдыха. Планируется, что в профильных и пришкольных лагерях отдохнут почти 4 тысячи детей и подростков. Участники слушаний приняли решение одобрить проект о бюджете Елизовского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Его рекомендовали внести на рассмотрение сессии районной думы. Согласно 131 федерального закона, основной документ, бюджет района принимается в конце каждого года на будущий, на период плановый. У нас бюджет консолидированный, так как в район наш входят сельские и городские поселения. Но тут все отражены моменты, как по управлению и городские, как ещё раз сельские поселения. Это было отработано управлением финансов, с главами, со всеми. Поэтому правильно Виктор Андреевич сказал, что мы идём вперёд, у нас только планы развития. Окончательно бюджет района на ближайшие три года народные избранники утвердят 22 декабря на 128-й сессии. Исполнилось 70 лет. Главное фармацевтическое предприятие Камчатки отмечает юбилей. Сотрудников поздравляют и благодарят за добросовестный труд и профессионализм. Ведь человек не может представить свою жизнь без провизоров и фармацевтов. Их знания и опыт играют огромную роль в сохранении здоровья. В Камчатской области для снабжения населения лекарственными препаратами была создана межрай-контора. И работало там 8 человек. В 1947 году была открыта старейшая аптека в Камчатской области. Это аптека в Палане. А в 1952 году межрай-контора была переименована в аптекоуправление аптечного облсполкома. И 60-70-е годы бурно развивалась. В 1979 году был построен аптечный склад, на котором хранился двухлетний запас медикаментов на всю Камчатскую область. В 1989 году была построена производственная аптека номер 69, которая работает и сейчас. Она единственная в Петропавловске и Камчатском. В 1991 году предприятие было реорганизовано. И на его базе создано производственное предприятие Камчат-Фармация. В состав предприятия сейчас входят 13 аптек и аптечных пунктов, которые расположены на территории края. А также аптечный склад, на котором созданы условия для хранения медикаментов. 70 человек трудятся на предприятии. Ну и хочется очень поздравить их всех с юбилеем. Пожелать им всего самого-самого доброго, крепкого здоровья, оптимизма, планов, уверенности в завтрашнем дне. Ну и предприятию пожелать возможности, иметь возможность развиваться в дальнейшем. Также, как и всегда, иметь возможность выполнять все свои обязанности перед партнерами. Добавим, Камчат-Фармация является старейшим фармацевтическим предприятием Камчатки. Помимо розничной торговли медикаментами, изделиями медицинского назначения, ортопедическими товарами и лечебной косметикой, оно обслуживает по бесплатным рецептам федеральных и региональных льготников, отпускает лечебным учреждениям вакцины. 25-летний юбилей отметила физико-математическая школа Елизовского района. Вот уже четверть века здесь помогают школьникам поближе познакомиться с царицей наук, математикой, а также с другими предметами. Конечно, то, что у нас есть физико-математическая школа, это огромное достижение, огромная победа и то, что в течение 25 лет нам удалось ее сохранить, приумножить ее традиции, добавить туда новые дисциплины – химия, биология, физика, экология и достигнуть каких-то результатов, даже не просто каких-то, а высоких результатов на уровне Камчатского края, потому что школа известна на уровне Камчатского края, ею гордятся и гордятся результатами наших ребят и на уровне всероссийском, и на уровне международном. Да, сейчас есть определенные трудности с участием в международных олимпиадах и конкурсах, но я думаю, что это трудности временные, и в перспективе мы наверстаем это время и еще не раз заявим о себе. На протяжении 25 лет бессменным руководителем физико-математической школы Елизовского района остается Сергей Новиков. Именно благодаря ему она развивалась и стала такой, какой ее можно увидеть сегодня. Сергей Николаевич Новиков – это, можно сказать, душа, это сердце физико-математической школы, это стержень, на котором держится все. Потому что набрать педагогов в физико-математическую школу достаточно сложно, а набрать тех, кто будет заниматься с маленькими ребятами, с ребятами среднего возраста и с выпускниками, и удержать их – это особое мастерство. И Сергею Николаевичу это удается, потому что его воспитанники, они не только занимаются наукой, они возвращаются обратно, работают в школах Елизовского района и работают с ним же, потому что они знают Сергея Николаевича, его человеческие и профессиональные качества. И мне кажется, благодаря ему школа процветает и добивается все новых и новых результатов. На мероприятии отметили, что на первый взгляд кажется, что математика не так уж важна, но это далеко не так. Ее недаром называют царицей наук. Наполеон же говорил, что математика показывает, насколько развито государство. Уровень математики в государстве показывает, насколько развито государство. И есть еще такая поговорка, что математика это сделает лучше. Неважно о чем, даже если это мыть полы, математика это сделает лучше. Мне задавали родители такие вопросы. Ну вот наши дети поступят на Мехмат, выучатся на математиков, где они потом будут работать? Говорим, где захотят. Ну что значит? Ну вот абсолютно, где захотят. Вот в любом месте эта математика как-то прикладывается. Слова директора подтверждают и ученики, которые занимаются в физмат-школе. Ребята отмечают, что математика только на первый взгляд кажется трудной, но все не так страшно. Конечно, первое время было трудно участвовать в различных олимпиадах, но потом как-то уже стало легко, потому что ты уже знаешь, как это. Это не трудно. Ты поначалу боишься, страх тебя охватывает, но потом ты понимаешь, что ничего страшного в этом нету и решаешь все легко. Добиваться определенных результатов ребятам помогают опытные педагоги, которые живут своим делом. Математика это мое. Мне самой она очень нравится и мне очень нравится смотреть, как растут и прогрессируют дети, занимаясь на моих уроках математикой. Она очень веселая и вообще я считаю, что учиться надо весело, поглощать знания с аппетитом. Мне хочется прийти на занятия, потому что она всегда, она не будет кричать на тебя, если ты что-то не понимаешь. Она наоборот объяснит, как это делать, подскажет. Она не будет сиди, делай, думай. Она скажет вот так и так, все. Я вам, конечно, помогу. Вы подумайте, порешайте, не получится, я вам помогу. И мы сюда приходим, потому что она добрая, она как вторая мама. За 25-летнюю историю Елизовской физико-математической школе есть чем гордиться. Благодаря ученикам физмат-школы «Луч» город Елизово знают по всей стране. Ребята всегда занимают достойные места на различных турнирах. Есть чем хвалиться. Хотелось, конечно, всегда большего. Но у нас за эти годы 15 призовых мест на первенстве России. Это не считая экологов, которые официально к нам не входят. Мы подготовили за это время, я даже на скидку не могу сказать, а то мы порядка тысячи, наверное, выпускников, если брать по всем предметам. У нас 232 или 238 призеров Краевой Олимпиады. Надеюсь, что в этом году их станет 250, по 25 лет, 250, будет красиво. Много призеров всевозможных всероссийских турниров, международных турниров. Вот одна из гордостей наших – это турнир городов, международный турнир городов, где проводится результат по городам. И вот наш маленький город Елизова, он стабильно входит в 20 лучших городов мира. Среди городов до 100 тысяч населения мы стабильно держим первое место. Сергей Новиков отмечает, что будущее страны – подрастающее поколение, а особенная ответственность ложится на плечи физматовцев. В реалиях нынешнего времени нужны специалисты в оборонной промышленности. Нужны специалисты в космосе. Мы стали уступать. Мы реально стали уступать. И надо это восстанавливать, надо догонять. Надо догонять, ну, просто сталинскими темпами, как он тогда сказал. Либо нас сомнут, либо мы за несколько лет преодолеем то, что они веками делали. И мы опять в такой же ситуации. Нам это надо восстанавливать. Поэтому надежда на них, не только на вот этих, на всех физматовцев России. Отметим, физико-математическая школа Елизовского района открылась в 1997 году. И с тех пор через ее стены прошло не одно поколение учеников. Большинство из них связали свои жизни именно с математикой. Собою я землицы гость. Пусть она в чужой стране меня спасет. Первый районный фестиваль казачьей культуры «Широка казачья удаль» прошел в Елизове. На одной сцене он собрал лучшие творческие коллективы Елизовского района, которые занимаются возрождением и популяризацией казачьей культуры. Так сложилось, что у нас в районе есть несколько коллективов, у которых есть уже официальные звания казачьего, например, народного, да, там, ансамбля или какого-то коллектива. Есть те, кто поддерживают эти казачьи традиции, любят казачьи песни, выступают с ними, но еще не имеют этого звания. Но мы сегодня собрали как раз в этом зале тех, кто любит в первую очередь казачьи песни, казачьи танцы. Своё творчество представили заслуженный казачий ансамбль «Русь», народный вокальный казачий ансамбль «Возрождение», вокальный ансамбль «Северные узоры», образцовые детские хореографические коллективы Центра детского творчества «Фейерверк» и «Ритмы детства». Также на сцене впервые выступил кадетский казачий класс Елизовской средней школы номер 3. Это же наш фестиваль, мы не можем иначе. Мы принимаем участие, мы помогаем в подготовке этого фестиваля. Это же наша жизнь. Мы не можем, чтобы не отдавать свое творчество и не можем не получать взамен эмоции зрительские. И, конечно, когда мы встречаемся на таких фестивалях, это праздник. Фестиваль казачьей культуры «Широка казачья удаль» организаторы приурочили к большим праздникам – введение Пресвятой Богородицы во храм и День казачьей матери. Я твердо убеждена, друзья, что душа каждого народа, она отражена в его культуре. И казачество сегодня является особой частью российской нации. Это сильные воины, это замечательные земледельцы, это первопроходцы, это люди, которые всегда находились там, где нелегко. Люди, которые умели и трудиться, и умели защищать интересы нашей страны. А песни и танцы казаков, они настолько отражают характер, это искренние, душевные, сильные, могучие и всегда затрагивающие за каждую струну нашей с вами души. В рамках фестиваля отметили и тех казаков, которые сейчас задействованы в специальной военной операции. Участвует 11 казачьих отрядов, общей численностью 14 700 человек. С Дальнего Востока у нас ушло с февраля месяца 973 казака, из них 684 добровольца. С Камчатки у нас добровольцев ушло 61 казак, призвано по мобилизации 89. Минутой молчания почтили память тех, кто уже никогда не вернется домой с полей сражений СВО. Дополним, фестиваль проводится с целью сохранения и развития казачьей культуры в Камчатском крае. В любую эпоху казак придерживался святого для себя правила – душу Богу, сердце людям, жизнь Отечеству, честь никому – и завещает его своим потомкам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok